В Санкт-Петербурге ликвидируют последствия крупного пожара в ресторане Харбин. Это в восточной части города. По предварительной версии, в подвале здания взорвался газовый баллон. Пострадали 19 человек, среди них жильцы дома, в котором находился ресторан, а также граждане Китая, сотрудники заведения. Несколько человек находятся в тяжелом состоянии, с ожогами до 60% тела. Из Петербурга репортаж Дмитрия Витова. Взорвался, меня вытащили через лестницу. На этих любительских кадрах первые минуты после взрыва. Видно, что проезжую часть моментально завалила осколками стекла и вырванными оконными рамами. Из подвала валит дым, жители дома эвакуируют по выдвижным лестницам. Сел на диван, думаю, включу, пока здесь нагреется. Как рвануло. Меня с кровати минуточку, на минуточку вынесло. Все произошло около полудня. На первом этаже этого жилого дома, где располагается ресторан китайской кухни. Эффициентр взрыва находился в подвале. Вы сейчас видите газовый баллон, который, возможно, и является причиной взрыва. Сразу после хлопка начался пожар, который, к счастью, удалось очень быстро ликвидировать. Но сила взрыва была такова, что рамы оконные вынесло на соседнюю улицу, это почти 50 метров, и разбило окна в доме напротив. По счастливой случайности посетителей в ресторане в этот момент не было. В нем были только сотрудники, а ресторан был закрыт. Стекла лопнули и на противоположной стороне здания. Личные вещи жильцов выбросило во двор. На деревьях висели даже телефоны. Также произошло обрушение маршевой лестницы между первым и вторым этажом. Соответственно, в момент пожара нам пришлось эвакуировать людей вот с этой стороны здания под выдвижным лестницей. Сразу после взрыва к месту происшествия были стянуты 15 карет скорой помощи, около 50 единиц спасательной техники. Из-под завалов извлекли 8 сотрудников ресторана. Пострадали еще 10 жильцов и девушка, которая в этот момент проходила мимо. 12 человек доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести. Четверо находятся в отделении реанимации с различными степенями тяжести от 25% ожогов до 60%. Почти сразу правоохранительные органы объявили, что у заведения не было разрешения на использование газового оборудования. В настоящее время проводятся оперативно-следственные действия, а также выясняются причины, почему произошел взрыв и почему вообще находились газовые баллоны в помещении ресторана. Мы попытались уточнить у сотрудников этой сети ресторанов, есть ли у них на кухне газовые баллоны. У меня газовых баллонов вообще нет. Мы все работаем на электричестве. А можете показать? Показать не имею права. В главном офисе этой компании руководства на месте не оказалось. Была только одна девушка, которая, не представившись, буквально вытолкала нас за дверь. Да, вы находитесь на чужой территории? Ну да, все, до свидания. Все по-хорошему. Да, очень жаль. До свидания. Уже через три часа коммунальные службы полностью очистили проезжую часть от мусора. Было восстановлено движение. Городские власти обещают помочь пострадавшим. Будет приниматься решение либо о расселении этих помещений, либо о проведении ремонта. Во всяком случае, никто без поддержки и помощи со стороны города из пострадавших жильцов не останется. Сейчас большая часть эвакуированных жильцов отправилась к родственникам. Остальных временно размещают в соседней школе. А на месте продолжают работать сотрудники Следственного комитета. Устанавливают причины взрыва. Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Дмитрий Витов, Ольга Сухова, Михаил Лакинченко, Ксения Угарова, Денис Торопчинов. Первый канал. Санкт-Петербург. Ну и необходимо отметить, что это не первый подобный случай за последнее время. Так, 14 февраля произошел пожар в кафе Беладжо в центральном районе Волгограда. Тогда, по предварительным данным, следствие причины возгорания также стал взрыв газового баллона. Его использовали для обогрева помещения. Площадь пожара превысила 500 квадратных метров. В результате был госпитализирован 21 человек. А 9 января в итальянском ресторане в Москве также взорвались газовые баллоны. В результате возник пожар площадью 300 квадратных метров. Погибли трое, еще более 40 пострадали. Погибли трое, еще более 40 квадратных метров.